Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей только до 13 августа. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. Добрый вечер. В эфире итоговый выпуск программы Букинформ в студии Павел Белявский. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Скоро в школу. В областном центре повсеместно проходят приемки учебных заведений на готовность к началу учебного года. Специальные комиссии проверяют созданные для ребят условия и подписывают паспорта готовности. Искренняя признательность за преданность своему делу, требующего большой ответственности, дисциплины и мужества. Работники стальных магистралей отмечают свой профессиональный праздник – День железнодорожника. Экзамен на профессионализм. 36 человек приняли участие в областном этапе 21-го республиканского конкурса профессионального мастерства операторов связи и почтальонов по доставке, отправлении и печатных средств массовой информации. Брещанка Алина Рощенко представит Брестский край в составе областной команды. Вальс на легендарных автомобилях «Урал», марш-бросок, десантирование из вертолета и настоящая солдатская каша. Чем еще запомнился День десантника и сил специальных операций гостям и жителям областного центра? Специальный репортаж с празднества, которое прошло на территории 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Пополнение фондов, икону второй половины XIX века «Христос Вседержитель» таможенники передали музею спасенные художественные ценности. Церемония прошла по инициативе Департамента по гуманитарной деятельности управления делами президента Побрестской области. Сейчас обо всех этих событиях подробнее. Совсем немного времени отделяет нас от того момента, когда начнется учебный год, и мальчишки и девчонки отправятся получать знания в свои родные учебные заведения. Каждая школа, гимназия, лицея, детский сад готовятся к волнительной встрече на протяжении всего лета. Повсеместно проводятся ремонты классов, модернизируются спортивные залы и пищеблоки, облагораживаются прилегающие территории. Настал момент вынести вердикт и определить, какие учебные заведения справились с поставленной задачей и уже 1 сентября откроют свои двери. Сегодня в областном центре повсеместно проходят так называемые приемки. Специальные комиссии проверяют созданные для ребят условия и подписывают паспорта готовности. В рейды вместе с экспертами отправилась и съемочная группа нашего телеканала. А для того, чтобы процесс обучения в школе проходил по всем правилам, чтобы учебное заведение встречало учащихся светлыми классами, укомплектованными спортивными залами, современными пищеблоками, педагоги в содружестве со строителями трудятся в течение целого лета, которое становится для них по-настоящему горячим. В Ленинском районе практически все школы в полной боевой. В 20-й в центре внимания столовая и пищеблок. Преобразование существенное, но строители уверены, все будет сделано качественно и в срок. Не забывают здесь и о пришкольной территории, к слову, и ее красочность, обилие зелени, а также продуманность формы линий помогли школе стать лидером среди учреждений социальной сферы в части благоустройства на недавно прошедшем фестивале конкурсе цветов «Краски Бреста». Здесь начали мы практически строительные работы 30 июня. За месяц сделана коробка пристройки, отделочные работы процентов 30, утепление фасада процентов 30 по существующему проекту. Ну и срок нам поставим 25 августа закончить эти чисто строительные монтажные работы. Работа на пришкольном участке начинается с самой ранней весны и до глубокой осени. Мы приобретаем семена, мы сами выращиваем рассаду, мы высаживаем ее в грунт, причем каждый цветочек, за которым ухаживаем, лелеем, холим, поэтому и вот такое цветение формируется постоянно. Апгрейд переживает и школа номер 9. Обновлены коридоры и рекреации. В состоянии готовности приведены все кабинеты. В некоторых ремонт был капитальным, но большинству требовался лишь косметический. Немалый объем работ по подготовке школы уже проведен, однако еще есть моменты, которые требуют внимания. Некоторые решить одномоментно не получится. Но ни на безопасность детей, ни на процесс обучения это влияние не окажет. Учебные кабинеты готовы на 100%, коридоры, рекреации также на 100%, зал сухого плавания на 90%, большой спортивный зал, это замена только частично полов, но это процентов 80, скажем так, все остальное уже готово. По работе бойлерной бассейна также оборудование заказано в августе месяце. Это оборудование будет уже установлено недостающее, но в целом и бассейн, и спортзалы уже готовы к началу учебного года. Высокий процент готовности у первой Брестской гимназии. Наведен порядок в кабинетах, обновлены стены и потолки и коридоров. Сразу несколько учебных классов на более глубокой модернизации. Один из кабинетов химии ремонтируется по государственному проекту. Помимо условий для обучения, здесь большое внимание уделяют его помощникам, техническим средствам и литературе. Их список пополняется и обновляется ежегодно, подводя итог вышесказанному. Можно смело сказать, процесс подготовки учебных заведений Ленинского района идет полным ходом. В этом году специалисты предлагают максимум усилий, чтобы очередной школьный год для ребят стал безопасным, интересным, максимально продуктивным. Хочу сказать, что подготовка к началу учебного года началась уже сразу после нового года, где-то в январе месяце. Потому что как только сошел снег, первое, что мы сделали, мы комплексно обследовали все кровли учреждений образования. У нас сегодня 51, 49, которые находятся на балансе отдела образования, и два учреждения образования, которые принадлежат Брест-газоаппарату. Поэтому первое, что мы сделали, обследовали все кровли. На сегодняшний день из обследованных кровель 17, это в стопроцентном объеме, уже отремонтированы, 17 учреждений образования. Далее наши подходы, они всегда были традиционны, в этом и остались. Мы ремонтируем и по капитальному ремонту, как правило, заказчиком последние три года выступает УКС города Бреста, и по текущему ремонту. 1 сентября своих учеников в Московском районе встретят 22 школы, 3 гимназии, 8 учебно-педагогических комплексов и один лицей. Уже 7 августа в районе пройдут так называемые приемки учебных заведений, будут подписаны паспорта готовности, и уже тогда можно будет считать, что новый учебный год открыт. В районе ведутся такие работы, как капитальный ремонт кровли, это 14 школа, в этом году тоже мы хотим закончить, и капитальный ремонт стадиона в средней школе номер 7. Это спортивное ядро с искусственным газоном футбольного поля и покрытием беговых дорожек, то есть под современное. И вы знаете, в центре города такие стадионы спортивные, как в 7 школе, они, наверное, должны быть, наверное, уже в каждом учреждении образования, и мы к этому будем постепенно двигаться. В средней школе номер 6 изменилось не только внутреннее оснащение. Особое внимание внешнему оформлению оценить качество новой кровли можно только с высоты птичьего полета. Правда, аккуратно оформленные скаты и водоотводы глубоких бордовых оттенков подчеркнули необычность фасада. Ремонт финансово затратный, однако необходимый. Школа небольшая, очень уютная, потому даже мелкий косметический внутренний ремонт здесь с удовольствием делают своими силами. Главное, с любовью. Сделать новую кровлю крыши, когда был только у нас шифер, а теперь металлочерепицы, то, конечно, это ощутимо. И все жители, ученики, родители, конечно, радуются, потому что цвет мы выбирали вместе, чтобы был именно такой цвет крыши. Говорили об этом на последнем звонке. И приятно, что уже работы почти завершены. Осталось только выполнить работы на чердачном помещении. Из городского бюджета были выделены деньги. И были выделены деньги более 1 миллиарда рублей, если говорить по старым деньгам. И нужно отдать должное, что очень хорошо сработал обл. сельстрой ПМК номер 6. В средней школе номер 25 сегодня ремонт в буквальном смысле кипит. 1 сентября в одном из крупнейших учебных заведений города должен заработать новый пищеблок-объект. Особой важности в учреждении получает знания. Более 1200 ребят, и каждый должен получить вкусный и сытный обед. Ремонт пищеблока проходит в соответствии с графиком. Согласно утвержденным планам, уже в 20-х числах августа комплекс будет проверен и внедрен в эксплуатацию. Конечно, говорить о том, что все учебные заведения города сегодня имеют полную боевую готовность, пока рано. Но к 20-м числам все школы будут готовы к встрече с воспитанниками, держать марку и не уступать по своей комфортности. И уюту стараются все учебные заведения. Ребята должны прийти в уютную и комфортную школу. Это задача, которую каждый год ставят перед собой педагоги и администрации учебных заведений областного центра. А сейчас о других событиях и мероприятиях, которые прошли на этой неделе в областном центре. Эти люди всегда на чеку. Они отвечают за безопасность людей и сохранность грузов. 6 августа свой профессиональный праздник «День железнодорожника» отметят работники стальных магистралей. В городе Надбугом брезские специалисты к знаковой дате одного из старейших праздников, его учредили 121 год назад, пришли с новыми успехами и достижениями. В Доме культуры железнодорожников по доброй традиции чествовали лучших по профессии. Виктория Саченко о празднике, о железной дороге и железном характере работников стальных магистралей. Для того, чтобы дорога под звук колес была комфортной, но главное безопасной, чтобы путешествие обернулось приятным рандеву, а пассажиры пребывали домой или в другую страну без опозданий, ежедневно трудятся сотни профессионалов. Чей-то рабочий день начинается с 5 утра, чей-то и вовсе глубокой ночью. Труд любого железнодорожника, от специалиста по укладке и ремонту путей до сотрудника билетных касс, требует особых человеческих качеств и особого склада характера. Железнодорожные профессии разные, но каждый, без исключения специалист, вносит свою лепту в масштабный рабочий процесс. Железнодорожники им присуща точность, мы люди точные, любим, когда все точные, люди ответственные. Поэтому сегодня мы в который раз получаем награды от нашего руководства, в который раз доказываем, что мы лучшие и на что мы способны. Я бы в первую очередь хотела пожелать своим коллегам-железнодорожникам крепкого здоровья, а также, чтобы удача и успех сопутствовали нам-железнодорожникам всегда, везде и во всем. Лучшим железнодорожникам в торжественной церемонии были вручены почетные награды, однако те, кто сегодня в зале, лишь малая часть большого трудового десанта стальных магистралей. Многие в этот день остались на посту. В свой профессиональный праздник на сцену поднялся электромеханик Юрий Кипцевич. Мужчина связан с Белорусской железной дорогой уже более 20 лет. Мастер отвечает за безопасность сотни человеческих жизней. Сигнализация, блокировка, централизация для него не просто слова. Им он отдал два десятка лет. Утверждает, что в молодости сделал правильный выбор профессии. Лежит большая ответственность. Устройства, которые должны все время находиться в исправно-техническом состоянии. Чтобы всегда было все исправно. Задержек поездов не было. Неприятно, когда опаздываешь в поезде, правда? Вот мы для этого служим, чтобы поезда не опаздывали. За последние годы на железной дороге изменений немало. От открытия межрегиональных пассажирских перевозок бизнес-класса до масштабной реконструкции железнодорожного вокзала. За каждым ноу-хау, каждым изменением, открытием, изобретением стоят сотни людей, чья профессия звучит гордо. Железнодорожник. Специалисты, которые денно и ночно трудятся, чтобы наша поездка была максимально комфортной, приятной и безопасной. Я поздравляю всех железнодорожников с их профессиональным праздником. Желаю им счастья, здоровья. Особенно здоровья. Я вот отдыхал в белой веже, и я желаю им крепкого здоровья, попутного ветра, никаких бед. Я думаю, что быть железнодорожником – это очень большая работа и тяжелый труд. И мы желаем им в их профессиональный праздник здоровья, радости, счастья и любви. От всей души желаю им крепкого здоровья, чтобы поезда ходили по расписанию, приходили по расписанию. Всегда на природах были улыбки, радостный смех и хорошее настроение. С праздником, дорогие железнодорожники. Виктория Сащенко, Денис Величкевич, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Областной этап 21-го республиканского конкурса профессионального мастерства операторов связи и почтальонов по доставке отправлений и печатных средств массовой информации финишировал на текущей неделе в городе Надбугом. За звание лучшего сразились 36 человек. Каждый конкурсант – специалист, дело свое знает и любит. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Анастасия Стропко. Конкурс среди своих работников «Белпочта» проводит уже не в первый раз. В числе его целей – повышение уровня и качество предоставления услуг, развитие корпоративной культуры, мотивация к достижению новых производственных высот. В 2017-м соревнования посвящены науке, а потом большое внимание уделили инновациям, уже внедренным, а также возможным в перспективе. Конкурс состоит из нескольких частей теоретических и практических. У работников есть возможность показать не только профессиональные, но и творческие таланты. В настоящее время, конечно, у «Белпочты» появилось много конкурентов. Для того, чтобы качественно предоставлять услуги, для того, чтобы клиенты все-таки пошли к нам, необходимо высокое качество вот этих предоставлений и услуг. Конкурсы, конечно же, проводятся для повышения уровня знаний наших сотрудников. Мы конкурсы проводим наиболее массовые профессии. Среди массовых профессий проходят конкурсы профессионального мастерства. Это среди почтальонов, операторов связи, начальников отделений почтовой связи и водителей. При подведении итогов и при оценке каждого участника уделяется огромное значение теоретическим знаниям и, конечно, практическим навыкам. Несмотря на состязательный дух, соревнования – хороший повод для знакомства и обмена опытом. Само участие мне доставляет очень большое удовольствие. У нас организовано тут помимо участия в самом конкурсе и экскурсии, какие-то развлекательные мероприятия. Поэтому это дает возможность получить какие-то новые впечатления. Потом поделиться с коллегами какими-то новыми знаниями, новыми наблюдениями. Поедем по другим отделениям связи, посмотрим, как они работают. Будет что рассказать, чем-то делиться. Я работаю около 8 лет, потому что нравится. Нравится общаться с людьми, нравится коллектив, атмосфера. Пусть даже хоть немножко тяжело. Конечно, мы все стремимся к победе. Но самое главное – представить достойно и в Ациеведческий районный узел почтовой связи в этом конкурсе. Призы и дипломы главные и поощрительные нашли своих обладателей в числе лидеров и представительницы города над Бугом. Алина Рощенко работает оператором в 8 лет. Профессию девушка выбрала сознательно и к ее приобретению подошла ответственно. Сначала окончила профессионально-технический колледж связи в Бресте, затем высший государственный колледж связи в Минске. Расти помогают и подобные состязания. Совсем скоро проверять знания и демонстрировать умения Алина отправится на республиканский финал. В конкурсе участвую впервые. Неожиданно для себя заняла призовое место, но не собираюсь останавливаться на достигнутом. Хочу показать свой профессионализм на конкурсе республиканском, побороться за звание лучшего оператора связи. Представлять область на республиканском конкурсе вместе с Алиной отправится целая команда – 9 человек. За историю проведения профессионального турнира берестейцы не раз поднимались на пьедестал почета. Есть все шансы успеха закрепить и приумножить. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Денис Величкевич и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоговый выпуск на канале БУК-ТВ. Продолжаем рассказывать о важных, актуальных и интересных мероприятиях. Никто, кроме нас. 2 августа свой профессиональный праздник отметили военнослужащие-десантники. Братству крылатых гусаров 87 лет. По традиции в этот день в 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду приезжают те, кто в свое время прошел здесь школу мужества. Получил навыки обращения с оружием, освоил курс разведчика и, конечно же, испытал себя в небе, спустившись на родную землю на парашюте. Немало пришлось пройти и преодолеть голубым беретом для того, чтобы сегодня с гордостью носить форму и иметь имидж одного из элитных подразделений войск страны. О буднях и, конечно же, о праздниках – специальный репортаж Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Каждый год 2 августа у 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады сложно найти парковочное место. Ворота открыты и повсюду слышна музыка. Так уж повелось. День десантников и сил специальных операций для Бреста стал мероприятием даже не областного, а республиканского масштаба. С удовольствием на праздник приходят с семьями. Однако главные виновники торжества – обладатели заветных голубых беретов. Повидеться с друзьями, пообщаться с командирами, увидеть, что изменилось в соединении, приезжают военнослужащие разных лет. Стремился туда попасть. У меня была гордость за службу, за страну нашу. Хотелось защищать родину, защищать родителей своих, мать, детей. Я в этой бригаде служил, мы сами не местные из Бреста. Приехали чисто на 2 августа сюда, на праздник. Все, самые-самые, самые маленькие, да, у нас тоже поддерживают это дело. Мы все, мы всегда 2 августа отмечаем День ВДВ. Я почему в этом части, я служил здесь, да, это мой родной дом. Конечно же, профессиональный праздник открывают торжественные мероприятия. На плацу соединения перед лицом всей части заслуженные награды из рук представителей вертикали власти получили те, для кого служба народу и отечеству стала профессией всей жизни. Они не любят говорить о заслугах и наградах. Они верят и знают. Их труд вносит посильный вклад в развитие современного белорусского государства. Лозунг «Народ и армия едины» как никогда имеет сейчас актуальное значение. И 38-я бригада очень гармонично влилась в структуру города Бреста. Мы уже не представляем себя жизнь, нашу городскую среду без воинов голубых беретов. И подтверждением этому является и наша совместная работа. Каждая награда – это в первую очередь результат большого кропотливого труда, работы над собой и своими профессиональными качествами, подготовка к любым внештатным ситуациям. Вот задача, которая стоит перед руководством соединения и командирами подразделений. Это в первую очередь те элементы, которые позволяют закалить характер. Полевые выходы, марш-броски с выдвижением техники, специальное задание, подготовка и ведение контрдиверсионных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника, отработка вопросов подготовки и ведения специальных действий при выполнении антитеррористических задач. В небе, на земле и под водой равных этим военнослужащим нет. Бригада работает в интенсивном режиме. Уже в этом году только подразделения бригады провели три батальонных тактических учения, а завершающее учение первого полугодия, оно вообще можно отнести к бригадному, по уровню как бригадное тактическое учение. На базе бригады прошло совместное белорусско-сербско-российское учение, в котором и наши представители достойно показали результат, организовали взаимодействие, успешно выполнили поставленные задачи. Приходишь, смотришь на них и хочется с ними помолодеть, бригаде. Вот поэтому этот праздник для нас святой. Причем святой по полному смыслу этого слова. Мы спим, встаем, все время остаемся десантниками. Самые зрелищные элементы боевой подготовки брестские десантники по давно сложившейся традиции продемонстрировали гостям праздника. Не уступают сильные, мужественные, подготовленные военнослужащие десантники и в вопросах эстетического воспитания. В бригаде даже знаменитые автомобили «Урал» могут кружиться в ритме вальса. Праздничные мероприятия проходили в соединении весь день. В семейной и по-настоящему дружественной обстановке военнослужащие разных лет обменивались поздравлениями и пожеланиями. Еще в строю, но уже в запасе. Так называют себя те, кто примерил однажды эту красивую форму, полосатую тельняшку и берет. И пусть теперь они надевают ее только раз в году, зато сквозь жизнь эти люди несут то, чему научили их командиры – уважать, ценить и беречь Родину. И сегодня этому обучают своих детей. Завершились праздничные мероприятия по случаю дня рождения Бреста – города, имеющего почти тысячелетнюю историю, которая хранится в музеях. В фондах областного краеведческого музея более 170 тысяч экспонатов, из которых порядка 10 тысяч переданы Брестской таможней. Накануне стражи границы отдали в музей спасенные художественные ценности икону второй половины XIX века «Христос-Вседержитель». Передача историко-культурной ценности прошла по инициативе Департамента по гуманитарной деятельности управления делами президента по Брестской области. Старинную икону «Христос-Вседержитель», написанную в России, а история, которая, по оценкам специалистов, ведет свой отчет со второй половины XIX века, в торжественной обстановке передали брестские таможенники в фонд музея спасенные художественные ценности. Уникальный экспонат был конфискован в октябре прошлого года в пункте пропуска «Варшавский мост». Через границу икону пытался перевести житель города Барановичи. И если бы не слаженная и оперативная работа сотрудников таможенных органов, сегодня раритет уже мог находиться в частной коллекции за рубежом. И, возможно, больше его никто не увидел. Однако возможность прикоснуться к частичке истории сегодня есть у каждого брещанина. Икона не ушла за рубеж и не пропала. Она осталась у нас в стране. Будут приходить посетители в музей, будут любоваться ею, будут узнавать историю нашей страны. Поэтому, конечно, хочется сегодня выразить слова большой благодарности сотрудникам Брестской таможни, которые добросовестно выполняют свою работу. А работы много, аналогичных случаев за последние два года немало. Сотрудниками Брестской таможни пресечено 29 попыток незаконного перемещения через границу предметов, представляющих историко-культурную ценность. Изъято свыше 460 изделий. В основном это ордена, медали, монеты и печатные старинные издания, возраст которых более 100 лет. Великая честь охранять экономические интересы страны, государство и безопасность. И, конечно же, стоять на страже интересов своей республики, препятствуя незаконному вывозу исторических и культурных ценностей. Благодаря труду таможенников в Беларуси остаются сотни уникальных предметов, представляющих историко-культурную ценность. В фондах областного краеведческого музея находятся более 170 тысяч музейных предметов, из которых около 10 тысяч экспонатов переданы Брестской таможней. Они находятся в разных экспозициях. Это иконопись, живопись, нумизматика, декоративно-прикладное искусство и другие. Если говорить об иконах, то у нас их более трех тысяч, именно переданных Брестской таможней. Есть иконы и конца 16 века, и 18, 19, начало 20 века. В основном они представлены здесь, в экспозиции Музея спасенной художественной ценности, который является филиалом Брестского областного музея. Музей спасенной художественной ценности сегодня самый посещаемый из филиалов Брестского областного краеведческого музея. К слову, на мероприятии прозвучали первые мысли о расширении филиала. В условиях устойчивой жаркой погоды, поселившейся в Бресте, актуальной темой является безопасное пребывание жителей возле водоемов. Сегодня на городских пляжах настоящий ажиотаж. Наслаждаются солнечными ваннами с одинаковым удовольствием как взрослые, так и самые маленькие брещане. Несмотря на все прелести популярного в летний период отдыха, нельзя недооценивать разного рода опасности, которые могут подстерегать любителей такого досуга. О том, как сделать так, чтобы отдых принес удовольствие и приятные эмоции, а не окончился плачевно, расскажет наш корреспондент София Бережная. Третий месяц сезона «Август» наконец подарил горожанам ощущение настоящего лета. Брещане единогласно решили, наступило самое время погреться перед холодной осенней-зимней порой. А где, как ни на пляже, можно получить несколько удовольствий сразу и загореть, и искупнуться. Внимательность в данном случае должна быть направлена на собственную безопасность и безопасность детей. Забавы на водоемах, игры, пересечение границы зоны для купания, купание в неустановленных местах, пребывание в нетрезвом состоянии. Причин для плачевного финала такого отдыха множество, но как бы ни были простые, доступны правила поведения на водоемах. Осознание опасности присуще далеко не всем. Оттого и плачевные результаты. В 2017-м в Бресте зарегистрировано два случая гибели на воде. В летний период спасено шесть человек. Три правила основных, которые нужно соблюдать. Это, в первую очередь, отдыхать в разрешенных местах, так как здесь находится команда освода, проверен берег, оборудованные места, не распивать спиртные напитки, когда отдыхают у воды, и, конечно же, не оставлять детей одних. В первую очередь, это дети, дети, которые не умеют плавать, нужно особое внимание. Если мы видим, что погодные условия жаркие, что люди могут находиться на воде, то такие мероприятия проводятся каждый день. Для чего? Для того, чтобы еще раз обратить внимание на безопасность на воде. Ситуацию взяли под строгий контроль сотрудники МЧС и освод. Столбик термометра в последние дни в Бресте превысил отметку в 35 градусов. Жаркая погода будет продолжать радовать горожан. А пока тема пребывания людей на пляжах актуальна, рейды с целью информирования отдыхающих о безопасном поведении на воде будут осуществляться. Ежедневно. Любишь отдыхать на воде? Да. А почему? Потому что можно поплавать в тепло. Когда жарко, ты плаваешь, отдыхаешь, загораешь. Но не нарушаешь правила безопасности? Нет. Не прыгать, не бегать. С разбегу без моего внимания в воду, допустим, не лезть. Чтобы только я всегда его видела, смотрела за ним. Делаете замечания? Конечно. Естественно, усиленное дежурство всеми станциями, спасательными постами. Всюду все мы на чеку, потому что, конечно, после дождей и погоды такой ненастной, люди все пришли, отдыхают. И много гостей города, естественно, тоже приходят нам на пляжи. Поэтому мы, как говорится, смотрим. Смотрим, как у нас посещают пляжи дети, находятся ли они в сопровождении с взрослыми, допустим, приходят. Как малолетние дети у воды, они должны находиться тоже постоянно в контроле родителей. И плюс к этому, конечно, это алкогольное опьянение. То есть мы обязательно следим за тем, чтобы люди, находясь в алкогольном опьянении, не находились на территории пляжа и тем более не купались. Помимо этой проблемы немало других, касающихся здоровья людей. Высокая температура воздуха – это большая нагрузка на организм. Жара опасна не только для тех, кто имеет хронические заболевания, но и для пожилых людей и детей. Пригревание, вызванное повышением температуры, может спровоцировать тепловой удар. Его признаки – состояние тошноты, головокружения, слабость в ногах, температура, резкое понижение артериального давления, потеря сознания. Помимо общеизвестных правил, иметь головной убор, дозировать пребывание на солнце, есть еще масса факторов, которые могут стать причиной неутешительных последствий. Каждый человек должен знать в первую очередь сам, как себе оказать помощь, как почувствовать вот это недомогание от этого перегревания, от солнечного удара. Эти два момента идут совершенно рядом. То есть или есть, конечно, тепловой удар может быть просто от перегревания, без воздействия солнечного света, а солнечный свет всегда идет как бы с солнечным ударом и с перегреванием организма. Надо почувствовать вот эти первые симптомы, чтобы предотвратить развитие уже конечного результата. Нужно пойти где-то в более прохладное место, если есть возможность. Если это на улице, на солнце, то уйти в тень. Попить прохладной воды, не холодной, не горячей, не чай, не кофе, не газированной напиткой, а именно простую питьевую воду. Но я тоже наблюдаю, сейчас передвигаюсь по городу много, и вижу, что люди ходят с бутылочками воды. Это очень правильно. В погоне за золотистым загаром горожане проводят время на солнце в часы самые опасные, а то и целый день. Специалисты таким отдыхающим рекомендуют пребывать на пляже с 6 до 11 часов дня и после 16. Таким образом можно обезопасить себя от множества проблем. Несоблюдение элементарных правил могут обернуться плачевно для самого человека. Только в его интересах организовать такой отдых, который и запомнится, и не оставит шлейф неприятных последствий. Проводить досуг нужно с умом, и это факт. Взяв в вооружение несколько простых правил, можно смело отправляться на пляж. Тем более, что погода благоволит. В выходные дни погода будет определяться прохождением фронтальных разделов, в то же время поступлением теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Местами кратковременные дожди, грозы и температура воздуха. В субботу ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В воскресенье температурный фон немного понизится относительно 30-34 градусов. Ночью 12-17, днем 22-27, местами до 29 градусов. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Букинформ, и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Букинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте буктв.бай. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте телекомпании буктв.бай, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 6 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем скажется влияние фронтальных разделов. Воскресный день в Бресте будет отмечен дождями различной интенсивности. Возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью плюс 16-18, максимальная днем 25 градусов. 7 августа система фронтов переместится на юго-восток республики. А с территории Польши начнет перемещаться антициклон. Переменная облачность ожидается в областном центре. Днем возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений умеренный. Станет прохладнее. Ночью синоптики прогнозируют плюс 13-15. Днем воздух прогреется до 18 градусов. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей только до 13 августа. Ждем вас в Брест торговый центр «Галерея Гранд. Первый этаж». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова